Лида Нурмухановна Музыкальная школа номер один 25-летие независимости отмечается в этом году 25-летие независимости Казахстана Очень много мероприятий, которые посвящены этой знаменательной исторической дате И одно из необычных, на мой взгляд, мероприятий сегодня проходят в эти часы в музыкальной школе номер один Юные голоса воспевают независимость Приехали из всех районов, из музыкальных школ, областного центра Это конкурсанты, дети, которые искусно играют на Домбре И их мастерство оценивают высококвалифицированные педагоги Лида Нурмухановна, немножечко о конкурсе расскажите Здравствуйте еще раз Управление образования Актюбинской области Совместно с региональным научно-практическим центром дополнительного образования Актюбидарен С 19 февраля 2016 года проводят областной конкурс «Оклю Домбра» И, конечно же, совместно с первой музыкальной школой номер один Детской музыкальной школой, с нашей школой Среди учащихся общеобразовательных школ области Цель конкурса — это у нас выявление и поддержка талантливых детей в области музыкального искусства Это развитие творческих способностей учащихся и несовершенствование их исполнительного мастерства По условиям конкурса в течение участники исполняют два «Кю» Это у нас одно произведение с аккомпанементом И второй «Кю» у нас на произвольную тему Это допускается исполнение одного «Кю» Конкурс является традиционным и проводится в течение пяти лет Это у нас проводится с 2011 года Количество участников ежегодно растет? Да, количество участников, конечно же, растет У нас в этом году, например, сегодня у нас идет конкурс Участвует 72 учащихся 72, более 72 Растет количество участников, а растет ли мастерство? Мастерство еще с каждым годом растет у нас мастерство Вот мы вот только что выступили И с района приехали, например, с Алги, Мугаджарский район Это из Чалкара, вот такую зиму Лишний раз доказывает, насколько высокий интерес Да, талантливые наши дети в нашей области Это, мне кажется, плюс руководители И, конечно же, талант детей растет у нас Ну, когда ребенок в начальных классах играет, увлекается музыкальными инструментами Это, ну, закономерность И когда в подростковом возрасте, то же самое В среднем, извиняюсь, когда учится Но, к сожалению, когда переходят дети в старшие классы Почему-то начинают стесняться Перестают выступать перед публикой Вести какие-то вечера У них совсем другие увлечения находятся Но, тем не менее, в этом конкурсе представлено очень много старшеклассников Они чем вас поражают? Старшеклассники поражают у них Если так по отдельности посмотреть У них произведения, вот они играют произведения Вот сложные, да По характеру, по темпу, по развитию Даже дети, да, по технике исполнения Это у нас, вот, например, старшеклассники Даже не только старшеклассники У нас есть по средней группе, которые выступают Вот играли, кьюи, произведения Сложный характер, сложный И плюс они хорошо исполнили Вот прям, если так посмотреть Уровень растет каждым годом Это у нас, нас радует, конечно же Одним словом, красота Вот о технике исполнения Кстати, Бахчан Жумагазиев, который у нас в студии Он также владеет необычной техникой исполнения Кьюиев Об этом мы его сейчас попросим Но прежде хотелось бы, Бахчан, у вас поинтересоваться Чем вас привлекает музыка? С каким настроением вы пришли на конкурс? Я объяснить это не могу Но я жить без них не могу Без музыки жить не можете Объяснить не можете Но одним только словом попытались ответить Без музыки себя не видите Кто-то в доме увлекается музыкой Или этот талант у вас раскрылся внезапно? У меня дом увлекается музыкой Сестра Дедушка Брат и дедушка Музыкальная семья получается На конкурс вы представили на суть жюри Два кьюиев И один из них в очень интересной технике Если можно, немножечко отрывок Представьте, Лидна Муханна Вы как профессионал, может быть, прокомментируете Как раз таки ту технику исполнения необычную Сейчас Бахчан исполнит кьюи Секретпе Нашего композитора, земляка Раймбергена Абдухамита В этом кьюи Это у нас идет как квинтет Может, сейчас отрывок он сыграет вам Бахчан, Секретпе, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я обратила внимание на взмах руки Это не каждому дано, наверняка какая-то пластика Да, это идет у нас как Мы вот показываем в этом кьюи Волна, волны воды Вот, например, вот Или этот Как же называются? Как же описывается в этом кьюи? Птиц, да, да, да Взмах крыльев птиц Да, 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 да Вот это все надо показывать в этом кьюи Фишка в этом кьюи Вот это все взмах, волны Все внимание как раз таки на руки ребенка Конкурсанта Интерес детей, вы сказали, к музыке очень высок Музыкальная школа номер один На республиканских конкурсах представляет? Да, 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 у нас У нас вообще каждый год Каждый, даже если так Посмотреть, наши дети участвуют в международных На республиканских конкурсах И, конечно же, родители наши поддерживают У нас родители на все вот это смотрят с пониманием И каждый год, например, вот мы в этом году съездили в Оренбург Российскую федеральную республику Потом съездили в Астану, в Алма-Ату И наши же дети ездят каждый, вот, например, каждый год Даже, может, каждый сезон, да, в международный конкурс Наши дети И как гран-при получают каждый Свои выступления, они показывают достойные свои вершины А конкурса, что вы хотите получить, Бахчан? Опыт или, конечно же, какое-нибудь призовое место? Либо обрести друзей, поскольку областной все-таки конкурс Чего вы ожидаете от конкурса? Я ожидаю друзей познакомиться Есть среди них, среди конкурсантов те, которые очень необычные техники исполняют Видели вы сегодня? Да И, понятное дело, значит, вы хотите также перенять опыт Да Программа подходит к концу Лидана Муханова, что можно сказать вообще в целом о интересе, о том, о той любви, которую дети проявляют к музыке, о роли родителей? Я вот хочу еще раз сказать родителям, чтобы они больше отдавали своих детей в музыкальную школу, потому что, во-первых, дети у нас отделяются, они бывают у нас дети талантливыми, мы работаем над данными детьми, на слух, на память, поэтому у нас... А может даже и не обязательно музыкальную школу, главное, чтобы вовремя разглядели талант своих детей Мы вам желаем успехов, радуйте не только своей семье, но и учителей, наставников, молодых человек, это особенно вам по желанию, ну и целую страну, поскольку искусство это одна из тех сфер, благодаря которой о стране, об области узнает все больше людей и стран С вами были Акпарал Майкузова, а также Лида Нурмухановна Исаналина, преподаватель музыкальной школы номер один и конкурсант Бахчан Жумагазиев, а также воспитанник этой музыкальной школы Всего доброго!